На сцене эта симпатичная актриса выступает впервые. Это ее дебют. За пределами сцены Надежда Дунаева передвигается в инвалидной коляске. Врачи поставили диагноз, когда ей было 15 лет. Сейчас, в свои 23 года, Надежда учится жить по-новому с такими же особенными ребятами и девушками, как она. Для меня это преодоление каких-то своих личных барьеров. Сюда пошла чисто, чтобы доказать самой себе, что я смогу в этой жизни. На сцене видишь только прекрасную игру актеров и великолепную пластику. И только потом понимаешь, что каждый из них превозмогает свою боль, чтобы сделать хотя бы одно движение. В спектакле принимают участие актеры с инвалидностью и бес, но на сцене зритель не увидел ни инвалидных колясок, ни костылей. Творчество – пространство мечты, в котором нет ничего невозможного. Это хореография, которая рождалась в процессе. И я отталкивалась именно от того, что могут ребята, от того, какие у них есть интересные возможности. И все это мы включали, собственно, в хореографию. Творческо-инклюзивная студия «Эмоция» представила зрителям «Снег» – эскиз по роману Максаса Фермина. «Снег» – это метафора. Мы изображаем внутреннее состояние главного героя, душу главного героя, его радости, его волнения, переживания по поводу выбора своего жизненного пути. Здесь мы использовали определенные элементы, такие вот немножечко сломанные формы, замедленный ритм движения, белый крим, например. Через спектакль актеры раскрыли тему выбора жизненного пути главным героем – 17-летним юношей Юка Акитой. Перед ним встает выбор – выполнить волю отца, став священником или воином, или же прислушаться к себе и быть поэтом. В нем борется вот это вот желание угодить отцу, быть хорошим сыном и его стремление к мечте. Время действия спектакля Японии, 19 век. Зрители окунулись в мир японского искусства, тишины и наблюдения. О каждом этапе своей жизни, каждый день у нас выбор стоит. И часто его делать нелегко. Но от этого много чего зависит. Наш спектакль, он говорит о том, что нужно прислушиваться к себе, нужно иметь вот эти минуты тишины. Анна Глазунова, Леонардо Валитиаров, Универньюз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова